есть такие главы которые не очень ну как бы удобно комментировать есть главы которые хочется комментировать интересно комментировать а есть глава ты смотришь и понимаешь ну что там вот тут ну не то она не она вот и это недельная глава и и и в этот момент кстати я скажу вам что ты понимаешь что наверное мне что то есть особенное и очень важное чего может быть ты не увидел и тебе нужно углубиться в это слово и изучить его и понять что же господь хотел сказать я вам советую читать недельные главы тор у нас вообще не каждый четверг проходят собрание с проходит встречи где разбирают тору поэтому на правах рекламы обратитесь к виктору рассеку и он скажет когда и где и что вы можете сделать итак недельный раздел торы этот тазриан буквально зачнет 27 раздел торы 4 раздел книги воикра имя свое получил по первому значимому слову текста дбр эльбне израэль лимор и шакит изра лила льда скажи сынам израилевым так если женщина зачнет и родит содержание содержит стихи из 12 главы 1 стих по 13 главу 59 стих и в этой главе рассказывается о законах ритуальной чистоты потом рассматривается что происходит когда женщина рожает определенные определенные жертвы которые она должна приносить потом говорится о проказах о проклятии и вроде в такая голова знаете как это медицинские целый этот трактат ты читаешь и ты понимаешь что ну что тут интересного ну давайте я вам еще раз царат проказом мы остановимся на этом это такое заболевание которое сопровождается определенными признаками сыпью на коже одежде мебели человека который и страдает заболел но самое интересное что это не та проказа о которой мы говорим сегодня в нашем мире это не болезнь хансона или лепра как мы говорим это не что другое понимаете вот что интересно эта болезнь на человеке на его одежде и на его доме странно вы не находите вот интересный такой момент вы заболели гриппом ваш любимый костюм заболел гриппом и ваш дом заболел гриппом в котором вы живете и каждое утро вы слышите чихание вашего дома а костюм говорит дайте мне немного сиропа потому что мне плохо ну представляете себе такое я понял что не представляете включите воображение и я вам хочу сказать что с одной стороны это какой-то абсурд нонсенс болезнь которая поражает неодушевленные предметы то есть ты живешь в доме твой дом поражен но что же это такое смотрите очень интересный момент когда ты размышляешь над этим местом писания то мудрецы и те люди которые посвятили определенное занятие изучают эти места писания на протяжении тысячелетий они всегда сходились к одному общему мнению и это мнение что именно вот эта сама болезнь царат это она связана с определенными вещами смотрите словом цура можно открыть экран ну как бы прочитать его и таким образом моцы шем ра распространяющий дурные слухи и она связана с языком еще на ра то есть что такое решено ра это когда вы говорите про других людей плохо понимаете да вы говорите какие-то сплетни вы говорите какие-то неправильные ну понимаете то что я имею ввиду и вот именно проказа вот этот царат она и связана именно с этим событием которое и если мы посмотрим в писание мы посмотрим втору в тонах то мы увидим что бог предупреждает свой народ он говорит не ходи сплетником своем народе до леви 19 глава 16 стих не мсти не храни злобу нас сынов своего народа не бесчесть мое имя не обижайте друг друга хорошие заповеди вы не находите но вы спросите но а причем же здесь вот эта проказа слова и сплетни а вы знаете она связана смотрите слова это прежде всего средства общения да то есть это средство общения это то что внутри нас мы облекаем в определенной форму и передаем другому то есть если мне больно я говорю мне больно или люди понимают мне больно или говорю ой я такой довольный я радостный и люди понимают внутри меня радость и смотрите что слова они могут быть нейтральными но они могут быть агрессивными они могут быть передавать сущность они могут передавать определенные отношения индикатор в отношении к другим людям то есть вы понимаете да что я имею ввиду и знаете замечено что каждое слово оно имеет определенную такую как бы мы отвечаем за каждое слово то есть написано да своими словами мы оправдаемся и что своими словами мы осудимся правильно главное выдержать паузу спасибо правильно правильно потому что на самом деле все что мы не говорим за каждое слово мы должны будем дать отчет за хорошее слово за нехорошее слово да и яков да учи ученики шо брат и шо говорил так якова 3 глава с первого стиха братья мои немногие делайтесь учителями зная что мы подвергаемся большому осуждению ибо все мы много согрешаем кто не согрешает слове тот человек совершенный могучий обуздать и все тело скажите пожалуйста кто-то из вас не согрешает слове то есть вы всегда такие вот просто вот прямо сейчас и на небо то есть вы не злитесь вы не выражаете свое недовольство нет я наверное в святом обществе буду освещаться вами смотрите дальше а язык укоротить никто из людей не может это неудержимое зло он исполнит смертоносного яда им благословляем бога и отца и им проклинаем человеков сотворенных по образу и подобию из тех же уст исходит благословение и проклятие и он говорит не должно братья так быть не должно и мы смотрим что что же такое вот этот царат мы видим что наступает какой-то момент и у человека проявляются определенные признаки и надо прийти к священнику и священник смотрит и говорит у тебя проблема и он испытывает этого человека модное новую ну слово карантин он отправляет человека в карантин на 7 дней и они смотрят как происходит через 7 дней человек приходит ну и вроде бы нормально опять все хорошо опять продолжается он еще его в карантин приходит да вроде уже исцелен и снова в карантин и в конечном итоге человек приносит очистительную жертву и он уже свободен да но что происходит период вот этого очищения человек изолируется от общества человек изолируется от каких-то определенных вещей которые привычные то есть он не может приходить в храм он не может приходить на богослужение понимаете да и когда про люди проводят еврейские мудрецы проводили параллель между вот этой язвой и злоричием оказывается что злоричие имеет такую же самую форму как эта болезнь до грех отделяет человека от общения с богом и если мы посмотрим мы можем увидеть то же самое здесь каким судом ты судишь такими осудишься я говорю вам то что написано в писании в священном писании и что мы что мы выбираем то есть каждый раз когда мы проклинаем кого-то или говорим про кого-то плохо тем самым мы говорим это плохо про себя тем самым мы делаем плохо себе мы отделяемся и писание гаврида который мы знаем что грех он зачем похоть зачем рождает грех а грех рождает смерть но если мы посмотрим в оригинале там написано немножко по-другому там написано что грех не сразу рождает созрев грех созрев рождает смерть вот как с этой болезнью то есть идет внешнее проявление начале ты смотришь что ты что-то не хочешь с людьми общаться потом ты понимаешь что с этим вообще бы я не буду переходить через дорогу когда его встречу и ты и вдруг ты понимаешь что что в твоей жизни что-то происходит вот эти первые пятна и тут нужно что-то решать нужно приходить к священнику да и писание говорит что если ты имеешь против кого-то какой-то видишь человека согрешающего грехом не к смерти приди и обличи его один на один понимаете да то есть и интересно что не к врачу приди а к священнику и это говорит о духовной проблеме вот этой вот это вот 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 этой проказы это не просто болезнь это что-то духовное и она связана с нашим языком она связана с тем в чем ты живешь она связана как ты живешь как ты думаешь о других ведь от того как ты думаешь о других так и будут думать о тебе нравится тебе это или не нравится и очень важный момент в этом знаете не бояться не бояться того что если ты увидишь в своей жизни признаки вот такой болезни мы все знаете бываем критически настроенными людьми мы порою есть люди которые нам не нравится есть люди которых мы мягко сказать недолюбливаем есть люди которые любят кого-то это нормально это люди это социум но важно важно смотреть на все глазами бога и вот эти индикаторы они говорят нам о чем-то они говорят дорогой мой друг ты не на правильном пути остановись посмотри на свою жизнь что-то происходит в твоей жизни и священник говорит да действительно я вижу проблему давай мы и будем ее решать и я удаляю ты удаляешься от общества не для того чтобы ну там мы тебе сделали рассказали как надо жить как говорят в одессе почем в одессе рубероид а для того чтобы помочь тебе чтобы ты мог измениться чтобы ты мог войти в свободу и вот заметьте как интересно для кого-то это болезнь а для кого-то это спасение потому что это подтверждение того что в твоей жизни есть проблемы поэтому это очень интересная голова для размышления потому что я честно скажу мне легче другие лавы комментировать но потом ты останавливаешься и понимаешь у бога не бывает ненужным и бину никакого слова каждое слово имеет значение и рэбе шоуль говорил тимофею вникай в себя и в учение вникай в себя посмотри не на опасном ли ты пути смотри правильно ли ты поступаешь по отношению к другим правильно ты говоришь о других людях даже если они действительно тебя обижают даже если они действительно заслуживают того чтобы про них что-то сказать я скажу честно я веду постоянную борьбу с этим потому что язык это неукротимое зло потому что как говорил один человек что глупая мысль она заходит в одно ухо а вылетает в другое но рот иногда становится местом откуда она находит новый выход поэтому очень важно нам смотреть на свою жизнь и не бояться не бояться изменять это если ну вы видите что вашей жизни есть проблемы подумайте порассуждайте как вы думаете о других людях что вы говорите про других людей знаете ну потому что очень просто даже дома кто он такой что он нас тут учит послушайте это нормально но я вам хочу сказать пусть ваша жизнь она будет вот без таких царат и не будет поменьше цоросов пусть ешуа он приходит вашу жизнь и делает ваши уста устами благословений чтобы вы благословляли и были благословлены понимаете все в этом зависит от нас а бог он целитель бог исцелит я надеюсь они слишком сумбурно получилось но моя последняя просьба я наверно к себе тоже обращаюсь больше всего давайте мы посмотрим на свою жизнь если мы увидим на своим духовном теле вот такие знаете следы проказы остановимся покаяемся и пойдем дальше во имя иисуса амэн а израэль а 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 Субтитры создавал DimaTorzok